Йоу, привет, друзья! С вами снова я, Антон Зет. В этом видео я научился пяти разным способам, как же поднять скейтборд, потому что у некоторых возникают проблемы на этом уровне. И сегодня я расскажу, как же их преодолеть и какие вообще бывают способы. И да, это первая часть, потому что в дальнейшем мы будем учиться более сложным способом поднять ваш скейтборд. Гоу! Первый трюк, самый базовый, без которого вообще нельзя начинать скейтбординг, это обыкновенный щелчок. Этот трюк умеет любой райдер, даже тот, кто впервые видит скейтборд. И всех новоиспеченных райдеров всегда появляется желание сильно ударить по тейлу и поймать доску в руку. Но и тут бывают некоторые проблемы, поэтому, чтобы их не было, я вам сейчас расскажу, как же все-таки правильно поймать доску. Первое, с чего я хочу начать, это с ошибок, потому что если вы сильно ударите по тейлу, то ваша доска отличит вам просто в голову, и вы получите травму и не захотите кататься на скейтборде. А как мы знаем, этого нам не надо. Самое главное, это щелкнуть доску в край тейла, чтобы она полетела ровно вверх, а не вперед и назад. Этот этап нужно проходить постепенно, щелкать сначала слабее, потом сильнее и сильнее. И как только вы найдете вот эту золотую середину, доска сама прилетит к вам в руку. Но если вдруг вы сильно переборщили щелчком, то будьте всегда на готове оттолкнуть доску от лица или от вашего тела. Это поможет вам не получить травмы. Погнали дальше. Второй элемент. Он примерно похож так же, как на первый, но только уже более такой интересный и с понтами. Его выполняют часто Никита и я, но есть тут даже две вариации. Первая вариация. Вам нужно сильно щелкнуть по краешку тейла, как и в первом разе, но только толкнуть доску немножко вперед носком и в конечном итоге поймать доску за трак. Второй способ в исполнении он точно такой же. Вам нужно сильно также ударить в краешек тейла и носком немножко толкнуть доску вперед, чтобы она сделала почти 360 и вы поймали уже не за трак, а за тейл, тот, который вы щелкали. И тогда у вас будет полный стиль, так же, как и у Никиты. Гоу дальше. Третий элемент. Он пришел к нам из фристайла. Мы также выполняем первый наш базовый щелчок, но только когда доска подлетела вверх, мы даем ей сильного пинка по тейлу и ловим ее рукой. Тем самым этим трюком вы можете понтоваться в любом скейт-парке или перед своими девчонками. Здесь нужно щелкать не очень сильно, чтобы успеть носком подбить доску вверх. Но тут также есть небольшие фейлы. Если вы ударите сильно доску, то она может отфутболить прямо вам в голову, поэтому будьте максимально осторожны. Погнали дальше. Четвертый элемент. Он уже для тех, кто вообще хочет прокачиваться все дальше и дальше, и ему не хватает всех этих базовых щелчков и ловления рукой доску. Здесь мы будем выполнять любимый трюк Никиты Impossible, но выполняется он всего одной ногой. Нужно поставить доску перед собой, как будто мы пытаемся на нее встать, щелкнуть и прокрутить своей задней ногой вокруг оси, так же, как мы делаем Impossible. И в этот момент поймать или за подвеску, или за тейл. Но я рекомендую вам ловить вначале за подвеску, потому что так будет намного легче. Ловить за тейл, когда доска крутится, весьма неудобно. Поэтому, ребята, выполняем элемент Олли, и когда доска взлетает, прокручиваем ее вокруг ноги. И не забывайте сразу ловить доску, а то она у вас просто улетит. Если вы прокачаетесь в этом трюке, то вы сможете сделать даже Double Impossible. Здесь границ нет, это же скейтбординг. Погнали к нашему финальному трюку. Пятый трюк. Он выполняется на ходу. Чтобы выполнять этот трюк, вам нужно научиться выпрыгивать Олли. Даже если вы не можете приземлить Олли, или вы хотя бы только щелкните, то вы с легкостью сможете выполнить этот трюк. Я рекомендую этот трюк выполнять не на больших ходах. И во время, когда вы хотите поймать доску, вам нужно перенести вес тела на заднюю ногу и выщелкнуть доску из-под себя. Убрать переднюю ногу, тем самым вы сможете поймать доску и продолжить движение не останавливаясь. Также этот элемент первый путь к Эйвману, где мы выпрыгиваем, ловим нашу доску за нос и потом дальше запрыгиваем на доску и уезжаем. Это была первая часть самых простых трюков, как поднять скейтборд. В дальнейшем я вас научу более сложным, интересным и самым офигенным трюком. Учите базу, снимайте сторис в инстаграм, как вы ловите доску, отмечайте меня, я буду ставить вам максимально экстремальные лайки. Ну а с вами был Антон Звягинцев, смотрите мои видео здесь, подписывайтесь на канал и катайтесь на скейтборде. До новых встреч, пока-пока!